Вот у нас была на следующей неделе, буквально в понедельник, что ли, эфиры на троих. Мы там затронули те темы, которые за эту неделю получили свое развитие. И в частности, тема, собственно, участия северокорейских военнослужащих в войне с Украиной. Ну, предположительно, вначале на территории Курской области Российской Федерации, но с выходом на перспективу, что называется, на оккупированных территориях Украины. Об этом уже заявили и официальные лица и в Пентагоне, и Марк Рюты, глава НАТО. В общем, это уже не является предположительным, а уже вполне состоявшимся событием, которое, конечно же, помимо чисто военной составляющей, несет с собой и некие другие политические, исторические коннотации несет с собой однозначно. Потому что, ну что получается, ладно, военные союзники, но ведь еще и происходит взаимопроникновение, взаимообмен. Пхеньяна и Москвы, Каеи и, соответственно, России, и русских, и северокорейцев. Как это парадоксально не звучит, но так это выглядит. Я еще раз подчеркиваю, это выглядит так, потому что прежде всегда говорилось о том, что, ну как, на территории России, во-первых, никогда не вторгнуться, ну, вообще-то так было со Второй мировой войны, чужие войска. А это произошло в августе этого года. И одновременно с тем, что, ну, как бы, какая еще помощь, там, китайские войска, северокорейские войска, иранские войска. А реальность, она опережает фантазию наблюдателей. И вот сейчас это уже вполне сложившаяся реальная вещь, о которой говорят, как о чем-то таком, что, в общем, является неотъемлемой частью этой картины событий. Ну как, военные союльники, вот теперь вот войска еще и на территории России. Вот с этого мы и начнем. Вот смотрите, Виталий, все-таки надо разобраться. Насколько, вообще говоря, присутствие Северной Кореи, прежде всего, войск на территории России, в самом, там, корневой ее части славянской, там, Курской области, ну, и других таких же, вообще говоря, меняет отношение к азиатам, меняет отношение к представлению о себе самой и сознании русского человека. Так вот, он теперь что? Он часть этого азиатского мира. Он понимает, что он теперь должен, ну, я не знаю, там, пхай-пхай, что называется, должно, вплоть до Саити должно происходить, да, в буквальном и переносном смысле в Северной Корее. Ведь это же, в общем, всегда было мемом, да, северно-корейский концлагерь, да, и в России в 90-х, и позже, там, даже с насмешкой об этом говорю, я помню, Чулпан Хаматова застращали за то, что она сказала, а дай, ну, вот хочу, чтобы не было, там, революции, лучше уж Северную Корею, и не призывай, как говорится, таких вещей, рано или поздно они к тебе придут, и вот, прям это реальность, кто-то скажет, ну, вы ее переоцениваете, что это не совсем так, а вот мне представляется, при общем курсе Москвы на ориентирование на Азию, как раньше мы сказали, с привалением С, сейчас это выглядит даже как-то и адекватно, и органично, подобное тянется к подобному. Насколько вот это взаимопроникновение, взаимный обмен, ну, в большей степени Северной Кореи на Россию, на ваш взгляд, происходит? Ну, если мы вспомним о том, что и Россия, и Северная Корея во многом сейчас стали прокси-государствами для Китайской Народной Республики, то их совместные действия вполне естественны, как, впрочем, их совместные действия с Ираном, потому что экономики всех трех стран вообще зависят от китайской поддержки. И опять-таки это тоже говорит об определенном геополитическом повороте, геоэкономическом повороте России на Восток. А куда деваться России, если на Западе с ней не хотят иметь дел? Ей приходится выстраиваться в некую периферию Востока, именно периферию, потому что, заметьте, что пока Россия могла так или иначе маневрировать между Западом и Востоком, она была неким таким, по крайней мере, для себя цивилизационным мостом, с одной стороны Восточная и Центральная Европа, с другой стороны Монголия и Китай. А сейчас нету никакой другой стороны, как вы понимаете. Есть исключительно, так сказать, закрытая граница с Европой полностью, через которую россияне даже переезжать теперь не могут, даже Финляндию. И есть граница с Китаем, которая, по крайней мере, экономически открыта, и для которой уже не нужны, не нужны будут скоро вообще никакие визы для передвижения вот именно в этой части мира. И Россия стала периферией этой части мира. Так что я не вижу ничего удивительного. По большому счету, это же всегда насмешка судьбы в какой-то мере. Вот я вам напомню, что в 1944 году Иосиф Сталин принял решение об аннексии Тувинской Народной Республики. Государство, которое было создано фактически на отторгнутой Советским Союзом, а до этого Российской империей, территории бывшей Китайской империи, рядом с Монгольской Народной Республикой, и было принято решение, что это государство теперь даже в этом, я бы сказал, виде протектората не должно существовать. И оно должно стать автономной областью в составе РСФ. Спустя десятилетия выходец из партийной номенклатуры этого государства, Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, а до этого он был министром обороны России, несчастных тувинских ребят вербуют в российскую армию, и они гибнут на полях сражения российско-украинской войны, кстати, там смертность увет чуть ли не, если от общего состава населения чуть ли не самая большая в Российской Федерации, от количества населения Тувы. Чем, скажите, пожалуйста, тувинцы для россиян отличаются от корейцев? Это совершенно другой народ, не имеющий никакого отношения к России, живший всегда в совершенно другой стране, территория которого была насильно присоединена к российской государственности, потому что просто так захотелось Сталина. Прошло четыре года, и на половине территории Корейского полуострова, которая оккупирована советскими войсками, создается тоже квази-государство. Это никакая не Корейская республика. Это просто такая ЛНР-ДНР. Просто кусок полуострова, оккупированный советскими войсками, и на этом куске полуострова создается советская администрация. Я вам хочу напомнить, что Сталин не доверил руководству этой администрации даже генеральному секретарю тогдашнему Коммунистической партии Кореи, товарищу Ким Дубону, а доверил советскому офицеру Ким Мерсену, у которого были дети Женя и Юра и Женя. Женя утопился, уже когда его папа был руководителем КНДР. Да, мама глорусская, надо обязательно сказать. А папа это... А Юра это Ким Чен Ир. Ким Чен Ир, да. Папа, отец Ким Чен Ина, родившийся в Хабаровском крае. Это просто обыкновенный пушилин и пасечник. Все. Вот. Почему мы тогда удивляемся, что наследник этой славной династии, капитана советской армии и уроженца Хабаровского края посылает своих солдат, если этого хочет Путин. Чем, простите меня, северные корейцы отличаются от тувинцев? Это такой же несчастный, порабощенный Москвой народ. Вот просто там они создали автономную область, которая сейчас называется республикой Тува. И тоже, как вы знаете, неблагоденство. Они даже железную дорогу 70 лет не могут провести. Вот. Это, мне кажется, Нарусова, по-моему, лет 20 за это боролась и не доборолась. У него это был главный чуть ли не политический проект века. Пугачев был сенатором от Тувы, помните? И тоже хотел что-то там их озолотить и не озолотить. Несчастные люди. Просто люди, которые лишились возможности развития. В своем государстве. Вот они живут, их там 90%, они говорят по-тувински. Путин даже к ним ездит и говорит, говорите по-русски. А они, по сути, не имеют шансов развиваться, потому что они вот под этим вот сапогом российским. То же самое северные корейцы. Они, конечно, не под российским сапогом, под китайским. Но, тем не менее, сама их государственность фейковая. И все это прекрасно понимают. И в Москве, и в Пекине. Реальное корейское государство – это республика Корея со столицей в Сеуле. А Северная Корея – это Запорожская область с областным центром в Мелитополе, оккупированная российскими войсками. Запорожская область – Российской Федерации. Вот это оно. Поэтому тут дело не только в Азии или в Африке. Тут дело еще и в том, что вот это все известные конструкты. Когда ты сначала создаешь псевдогосударство, а потом используешь жителей этого псевдогосударства в качестве резервуара для собственных милитаристских целей далее. И, кстати говоря, а чем это отличается от оккупации Донбасса? Если так разобраться. Потому что если посмотрим на ситуацию внимательно, то сначала Россия пришла в Донецкую и Луганскую область, оккупировала эти территории, раздала там людям российские паспорта после 2014 года. Они их радостно брали. Многие радостно, да, многие нерадостно. А потом она этих людей стала вылавливать по дворам и по селам и использовать как пушечное мясо. Причем этих людей, как вы знаете, пропускали перед истинными арийцами. Перед настоящими гражданами Российской Федерации. Никто в России, всерьез никогда жителей Донецкой или Луганской областей настоящими гражданами России не считал. То есть абсолютно. Никогда. Вот. Поэтому этих людей просто использовали. Они стали трупами, они стали инвалидами. И что нужно сделать России? Продвинуться еще дальше. Раздать свои паспорта. Потому что, опять-таки, даже те, кто не хочет их брать, они же как-то не могут жить, они не имеют права на имущество, они не имеют права продажи собственности. Непонятно, с какого такого рожна. Вот люди, которые живут на оккупированных территориях украинских, они даже не могут продать все твои квартиры перед тем, как покинуть эти территории, если у них нет паспорта Российской Федерации. Вот открою вам секрет. У меня была недвижимость в России, ну еще там с 90-х годов. И я ее приспокойно продал, будучи гражданином Украины. Ну еще там, так сказать, до, мне кажется, Майдана там 2013-2014 годов, когда я уже понял, что вообще иметь недвижимость в России, это надо быть сумасшедшим. Ну это точно давно было, да. Да, но тем не менее, мне же не требовали, чтобы я получал российский паспорт для того, чтобы отказаться, то есть продать свою квартиру. А у них почему этого требуют, если они просто хотят продать свои квартиры на территории, которую Россия считает территорией Российской Федерации? Почему ни у кого этого не требуют? Почему любой там гражданин Украины, Грузии, Армении, чего угодно, может спокойно продать свою квартиру в любом российском городе, а эти люди, это люди третьего сорта. Они должны сначала получить паспорт, а потом и разрешат продать ту квартиру, которой они 20 лет могли владеть по украинскому законодательству. И Россия признает, что это было украинское законодательство. Вот он, прекрасный пример. Ну да, да, очень показательно. 11 тысяч 200 зрителей нас смотрят, и около 3 тысяч поставили лайки. Не забывайте, что нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки. Их всегда как-то в 3 раза меньше, чем зрители, которые непосредственно смотрят. Нам всегда важно дотягивать до этих контрольных цифр. У нас трансляция идет и на канале Виталия Портникова. В описании к этому видео по имени Виталия Портникова вы можете найти этот канал, смотреть эфиры, смотреть наши эфиры и отдельные эфиры Виталия Портникова. Ну и подписываться на канал. Так же, как и на канал Фегин Лайф. Это тоже очень важно. Еще раз обращаю внимание, что с воскресенья Европа перешла на зимнее время, а время изменилось по отношению к Москве, которое не переходит на зимнее время. У нас теперь ровно час разницы между Киевом и Москвой. И поэтому эфиры... Да, да. Вы знаете, как у отца и дети, у Тургенева, знаете, там Базаров говорил, что вы живете в вечном разладе со временем. Понятно, почему Базаров так говорил, потому что Иван Сергеевич сидел в это время в Париже и видел этот разлад на время. Конечно, Фиардо там. Ну вот, поэтому на самом деле важно, чтобы зрители из России постоянно обращали внимание, что наши эфиры идут вот на час как бы раньше, если говорить о киевском времени, у вас на час позже. Ориентируйтесь на это. Мы стараемся сдвинуть эфиры к 20 часам киевского времени, у вас 21 час, но будут какие-то эфиры и в 21 по Киеву, соответственно, с 22 по Москве. Ну, вот так вот обстоятельства складываются. Очень внимательно следите за временем. Ну что же, а мы продолжим. Ведь вот все-таки в чем разница из вашего анализа, Виталий. В это прокси, конечно, и так складывалось десятилетиями, особенно в советский период и даже заставший период новой российской государства, когда она создавала эти прокси в Донецке и Луганске. Но все-таки влияние было со стороны Москвы. А теперь, представляете, обратно. То есть Россия в данном случае даже не субмаргинальная территория, которая пусть даже идеологически означена в советский период, там, кулистическая идеология и всем остальными, приисовсками, прибамбасами, которые этому сопутствуют. Но она оказывала влияние все-таки. Все-таки она была источником этой метрополии, этого идеологических, там, цивилизационных, там, идеологических, тире цивилизационных смыслов. А сейчас наоборот. Вот все-таки при отсутствии единой идеологии, а какая она? Коммунистический, Северная Корея и такая, я бы сказал, дико капиталистическая в самом худшем смысле и одновременно тоталитарная Москва. И обретение какой-то идентичности, оно больше идет от Азии. Потому что даже в Москве еще, пока я не уехал, ну, он и сейчас этот войс стоит про то, что мы тут, и чуть ли даже говорилось, больше мусульмане. Ну, просто мы все-таки христиане, но вы знаете, у нас отличия. Я слушаю просто с каким-то невероятным... Да, потому что русская православная церковь похожа на исламистскую идеологию Ирана. Да, это правда. Это же не вопрос... Понимаете, тут же не вопрос Христа или Мухаммеда. Конечно. Это вопрос использования веры ради издевательства над населением и его радикализации. Ну, и его контроля в том числе, потому что идеологии нет. Сейчас РПЦ выполняет роль КПСС. Понимаете? Но тем не менее... Конечно, если только переодеть, допустим, Айталу Хамени в рясу патриарха Кирилла... Вполне не отличишь, да. А Кирилла в рясу Айталы Хамени. Ну, тем более, что Айтала запахивает, вы знаете, свой халат на женскую сторону. Кириллу будет удобно. Вполне, кстати. Но в любом случае сейчас Азия оказывает больше именно идеологической, именно исторической цивилизационного влияния на Москву. Потому что, ну, во-первых, есть этот стандарт. Из Азии он пришел, где общество делится на управляемых и управляющих. Там нет независимого института, независимого субъекта, типа феодала, собственника. Все подчинило государству. Вот государство, оно управляет, управляемые все остальные подневольные. В разной степени иранки. Ну, кто-то покрупнее, кто-то поменьше, но все равно это едино. И Россия, в общем, стремится в пределе к тому, что есть как бы государство, его монополия, все остальные его объективированная среда, народы и так далее. И это укрепляется еще и с цивилизационной точки зрения. Я помню, последнее читал материалы Политбюро, они же говорят, ой, как хорошо бы, если бы мы вот как в Китае, 85-е годы. Они перестройку начали, это вот все в стилограммах есть, для того, чтобы как в Китае, вот чтобы политический контроль полностью наш, а вот как бы дряхлеющую распределительную экономику, давайте мы ее переконвертируем во что-то похожее, там, перестройку, ускорение, там, туда-сюда, хозрасчетные движения, хозрасчетные. Да, 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 да. Вот чтобы хоть как-то решить проблему там потребительского рынка, еще чего-то такое умеренное. И в общем и целом, я считаю, что они реально повторяют китайскую модель. То, что они на Политбюро лежали, Лихачев большой, кстати, был, поэтому, Лигачев, извините, Лигачев, большой, так сказать, протагонист этой темы, да, он и, так сказать, с Хомпартией активно КПК сотрудничает. Так вот оно все прям на глазах, они реализовывают идеи перестройки, понимаете, какими они были изначально, пока они не вышли за пять лет под контролем самого Горбачева. Ну, вполне себе задача, которая на государственном уровне решена. И в том, что я делаю. Понимаете, тоже с этим я согласен. То, что они хотят быть похожи на Китай, это можно предположить. Но то, что они теперь ровнее себе видят к Северной Корее, это, конечно, геополитическая катастрофа. Вот, с одной стороны, Путин гордится тем, что он провел саммит Брикс. И к нему приехали там Си Дзяньпин на рендромоде и так далее. С другой стороны, Путин вообще едет в Северную Корею с визитом. Да. Второй раз, ну, первый раз он был 22 года. Да, в начале 2000-х. Да. Но сам факт того, что он вообще первый руководитель российского государства в любом его формате, посещавшим Северную Корею. Ни Хрущеву, ни Брежневу, ни Горбачеву. Эта мысль даже в голову не приходила. Ким Ир Сен всегда приезжал сам. Кстати говоря, в последний раз, по-моему, он на этом своем бронепоезде ехал уже, когда генеральным СССР КПСС был Конституционной Черненко. Он, тем не менее, доехал до Черненко, до Москвы. Потому что Черненко, как понимаете, в отличие от Путина, до Владивостока не доехал. Ну, сообразим. Вот, ну или бы доехал, так сказать, на Лафете. Вот. Ким Чен Ир доезжал сам до России. Ельцм к нему не ездил. Ну, казалось бы, Путин же должен считать себя главой великой державы. Он же не может туда ехать. Но он, тем не менее, прекрасно поехал. Они вообще туда ездят. И все время может сложиться впечатление, что Северная Корея это какая-то супердержава. А это вообще двадцатимиллионное государство с отсутствующей экономикой и присутствующей армией. Единственное, что я могу сказать, это действительно большая проблема. То, что Трамп вообще создал такого Ким Чен Ина, к которому можно теперь ездить. Вот я всегда говорил, что большой геополитической ошибкой Трампа было то, что он вообще с ним встречался. Да, конечно, Соединенные Штаты могли согласиться с тем, что Северная Корея и Южная Корея это некие суверенные государства, которые существуют, они приняты в Организацию Объединенных Наций. Такова геополитическая реальность на корейском полосе. Но действующий президент США никогда не должен был встречаться с главой этого фейкового государства. Вот меня поражает, что Лукашенко унижается до встречи с президентом Абхазии Бжаней и даже с главой ДНР Пушилиным. Но Лукашенко это Лукашенко, это же не Трамп, понимаете? Трамп может встречаться только с президентом Республики Кореи, потому что с точки зрения любого здравомышленного человека Республика Кореи это и есть реальная государство. А это такое контролируемая территория, объявившая себя государствами. И когда Трамп решил, что он появится перед Ким Чен Ином и тот просто будет так потрясен, что со всем согласится, он не понял, что происходит совершенно другое событие использования авторитета Трампа для того, чтобы поднять престиж Корейской народно-демократической республики. Потому что если с председателем Центрального комитета Трудовой партии Кореи встречается сам президент Соединенных Штатов, то совершенно очевидно, что к нему может поехать и президент Российской Федерации. Если сам президент Соединенных Штатов куда-то едет, летит, чтобы встретиться с главой Северной Кореи, садится в самолет и часами летит, чтобы поговорить непонятно с кем. Но у Трампа была идея сделки, понятно, она провалилась, как в логое проваливалось тогда, но зато вот этот вот авторитет Ким Чен Ина вырос несказанно. Вот если вы скажете, Путин, а как ты можешь вообще с ним общаться? Он с ним Трамп общался. А до этого, кстати, никогда действующие президенты США не общались с руководством КНДР. Туда приезжала госсекретарь Мадлен Олберг. Туда приезжал бывший президент Джимми Картерн, уже когда он был бывшим. Но это максимальный уровень представительства. Все. И то это были эпизодические моменты в отношениях между США и Северной Кореей, и они были направлены на попытку поддержать идею диалога между Пхеньянами и Сеулом или гуманитарные вопросы, связанные с освобождением американских граждан, чем занимался Картерн. Северной Корректор А. Северной Корректор А.